здравствуйте уважаемые зрители как сохранить зубы до старости чтобы не пришлось ставить коронки мосты съемные протезы импланты прошу посмотреть это видео до конца уверенно вы узнаете много нового из моего богатого опыта а если кто уже потерял зубы то пригодится детям и внукам кто не хочет смотреть видео можете почитать выводы в конце первое нам неоднократно говорили с экраном телевизоров чистить зубы надо дважды каждое утро и вечер каждый но если другое мнение будешь чистить сдерешь зубной эмаль да и лень то школе чистил зубы а происходит следующее течение 12 часов и раньше зубы покрывается бактериальной пленкой она такая как кисель и легко снимается щеткой если не почистить она минерализуется и образуется зубной камень тут врачи настойчиво рекомендуют ультразвуковую чистку и моему сыну почистили ультразвуком читая на форуме через два месяца после ультразвука все зубы начали болеть а потом посыпались я три дня велась в истерике почему не прочитала раньше ведь знала что врач предлагал ультразвук допустим что мы не повелись на ультразвук следующий этап после зубного камня кариес сначала это темное пятнышко затем небольшая дырочка затем дырочка но уже поздно зуб потерян стоматологу надо идти когда образовалась пятнышко или небольшая дырочка тогда лечение будет абсолютно безболезненным мой сын сначала боялся идти к стоматологу но я уговорила иди не будет больно и он пошел и было не больно он сильно был удивлен и теперь он не боится даже когда больно привык но одну ошибку он совершил в подачу врача зуб был разрушен а корень здоровый врач удалял долго и больно а надо было вставить штифт или вкладку и установить зуб бабушка плакала 20 лет рвать зубы итак лечиться нужно когда он еще не болит но и тут подстерегает опасность большинство врачей не умеет вставить пломбу вот представьте дырка квадратная врач уложит круглый шарик пломбировочного материала и не прижимает его пломба вылетит через месяц а может и на следующий день ну и чем больше дырка тем быстрее вылетает и еще врачи любят сверлить длительным сверлениями они оправдывают высокую цену врач надеется что дольше простоит пломба и его не волнует что это больному вред мне один врач сказал о здесь сверлить и сверлить до нерва затем удалять нерв хорошо что предупредил я пошла к другому врачу он сверлил 2 секунды и поставил дешевую пломбу которая простояла 5 лет вывод чистить зубы надо хотя бы раз в день вечером иметь хорошего стоматолога так сказала восьмидесяти двухлетняя бабушка в электричке у которой все зубы свои и она не понимает как можно допустить до того что потерять зубы и ставить съемные протезы два а чем чистить чтоб не содрать эмаль или подольше не содрать однажды я услышала такое щетка из натуральной щетины они стираются с ума а пластиковые стирают зубную эмаль хотела прочитать это ссылку но в интернете не нашла все хвалят пластик не потому ли что пластиковую легче сделать аргументы такие в натуральной щетине есть канальцы и там размножаются микробы но во рту миллиард микробов а миллиард плюс еще стои щетки все равно миллиард а во вторых щетку можно опускать в горячую воду она размягчится и микробы погибнут и не заведутся и натуральные щетинки не загибаются в отличии от пластиковых одна женщина на форуме написала пластиковой щеткой протерла зубы до дыр а от натуральной блестят купить натуральную щетку производства в Болгарии можно на рынке стоит копейки 2а чистить между зубов зубной нитью или чем-нибудь в груди 3 закон физики при нагревании тела расширяются а при охлаждении сужаются от горячего чая от горячего чая и холодного молока образуются микротрещины которые затем инфицируются я пила горячий чай и однажды отвалилась пол зуба такая была трещина 4 закон химии органические кислоты растворяют минеральную составляющую зубов фосфат кальция кальций 3 по 4 дважды зуб становится похоже на сеточку вывод не увлекайтесь консервацией кока-колы 5 если на щетке кровь у вас больные десны или гингибит больные десны являются причиной воспаления надкосницей плюсом врач разрежет десну и почистит врач разрежет десну почистит и пригласит через неделю на удаление если к врачу не ходить то образуется освещь и вы съедите гной или болит так что невозможно терпеть и никакие таблетки не помогают но я помазала флюс матрагилом дента это такой стоматологический антисептик и он перестал болеть через 2 часа потом еще помазала несколько раз хотя уже практически не болел врачу не ходила что с зубом не знаю стоит лечить десны можно заваркой эвкалипта полоскать 6 брикеты под брикетами зубы портятся брикеты снимают и шлифуют зубы надо иметь лошадиные зубы чтобы ставить брикеты после того как их снимут чтобы зубы не возвращались в первоначальное положение надо 2 года носить капы это такие чехлы и под ними будет скапливаться слюна это выдержать невозможно лучше пускай зубы будут кривые и чиних вообще не будет 7 отбеливание отбеливание это растворение верхнего пигментированного слоя эмалии с обнажением нижнего белоснежного зачем это надо выводы 1 чистить зубы хотя бы один раз на ночь 2 щетка из натуральной щетины 3 не употреблять горячего холодного кислого 4 лечить кариес начальной стани 5 не спешите удалять зубы может его можно восстановить 5 ну и не надо затягивать с визитом к врачу 6 лечить вовремя десны 7 никаких брикетов отбеливания и ультразвука 8 найти хорошего стоматолога все пока прошу высказать ваше мнение по поводу сказанного желаю здоровья вам и вашим зубам а так же вашим близким и их зубам покинал ну и пока вы преимущества вы